Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы начнем сейчас разговор о первом соборном послании апостола Иоанна Богослова. Надо сказать, что практически без исключения все толкователи, комментаторы, исследователи этого удивительного текста не скупятся на превосходные степени и обязательно подчеркивают, сколь велики, высоки и удивительны те истины, которые евангелист Иоанн Богослов раскрывает в этом тексте. Все это, безусловно, так. Хотя, по совести сказать, иногда мешает попытаться, хотя бы попытаться увидеть, о чем все-таки идет в целом речь. Это важная вещь за отдельными, глубочайшими, гениальными, потрясающими формулировками. Все-таки надо попытаться увидеть, что движет евангелистом, для чего он пишет то, что он пишет. Это один вступительный момент. Второй вот какой. В общем, никто всерьез не сомневается в том, что автором Первого Соборного Послания является тот же человек, который является и автором Четвертого Евангелия. И вполне единодушно называют таковым евангелист Иоанна Богослова. И действительно, и образ мыслей, и основные, так сказать, идеи, если вообще можно говорить о выделении этих основных мыслей, и, конечно же, язык свидетельствует о единстве этих текстов. Действительно, Первое Соборное Послание является в очень большой степени продолжением и развитием того рассказа, того свидетельства, о котором речь идет в Евангелии. И, вероятнее всего, евангелист Иоанн Богослов пишет это послание для людей, которые живут, скорее всего, в том круге христианских общин, христианских церквей, которые были связаны с именем евангелиста Иоанна и, может быть, им основаны, в первую очередь, в Малой Азии. Это тот же круг людей, к которым обращается, вероятно, несколько позже евангелист Иоанн с апокалипсисом. Это те люди, которых традиции еще иногда называют христиане апостола Иоанна, потому что Иоанн Богослов оказал действительно очень серьезное влияние на образ мыслей, если хотите, на тип духовности этих людей. Но когда так, то мы не можем не учитывать того, что в эпоху, когда это послание пишется, традиция относит его к середине 90-х годов первого столетия, ну, скажем, вскоре после написания Евангелия. И снова никаких уж таких серьезных оснований оспаривать эту датировку нету, и поэтому вполне адекватно, разумно ее принимать. Так вот, в это время общины Малой Азии христианские, там не только были, кстати, христиане, духовные наследники или ученики евангелиста Иоанна, тем не менее, вот эти общины живут во вполне определенных условиях, и жизнь ставит перед ними достаточно понятные, известные нам вопросы. Потому что для этих христиан, по-видимому, уже прошла и стала историей, даже, может быть, отдаленной историей, 20-летней давности попытка иудействующих христиан из Иерусалима заставить всех христиан-язычников обрезываться, соблюдать Моисеев закон, все, что вызывало такое конфликтное противодействие со стороны апостола Павла, его учеников и иудействующих с другой стороны, это была целая история на десятилетия. Но где-то к началу 80-х, а то и даже к середине 70-х годов, первое столетие, эта история сошла на нет. Потому что так сложились исторические причины, и в разговоре о послании евангелисты Анны не время и не место обсуждать, как это произошло и почему. Далее, в 80-е, вероятно, в начале 90-х годов, христианские общины Малой Азии, может быть, Северной Сирии, к которым евангелисты обращаются с этим посланием, в основном состоят из бывших язычников, христиане из язычников или языко-христиане. Это люди, которые стали христианами в основном во взрослом возрасте, и особенного опыта веры в единого Бога, какого-то религиозного, духовного иудейского опыта у них не было. Тем не менее, в основном, это люди вполне простого звания, вот они стали христианами и составили не слишком многочисленные христианские общины, однако их свидетельство выходит за рамки узкоэтнической группы, и в итоге в эту эпоху начинаются достаточно серьезные и заметные гонения. Не всегда, не каждый год принимают они кровавую форму, однако же уже есть в истории, к тому моменту, когда пишется это послание, есть в истории некоторые примеры гонений, жесточайших и систематических, как в Риме при Нероне, и уже, по-видимому, назревает решение императора Трояна, которое было сформулировано в его письме плению младшему, о необходимости подвергать христиан карам и наказаниям за отказ следовать имперскому культу. Опять-таки, вот это та проблема, которая, вероятно, и послужила первым импульсом к написанию апокалипсиса. Но до апокалипсиса еще есть некоторое время, он пишется, вероятно, в конце 90-х. Стал быть, вот этот текст обращен к людям, которые сталкиваются с противодействием окружающего мира, сталкиваются с некоторой враждебностью, но и не только с враждебностью мира внешнего, языческой государственной религиозности. Потому что еще один важный фактор духовной жизни конца первого столетия конечно составляют разнообразные, как бы так сказать, по возможности нежно, своеобразные мыслители, своеобразные, самобытные, которые сформировались в среде вот такой эллинистической ближневосточной религиозности. То есть они очень разнообразные, там буквально под каждым кустом два религиозных философа, из них трое еретиков, понимаете, они черпают свои идеи, ну, попросту говоря, завиральные идеи, то в каких-то течениях индийской мистики, то в каких-то эллифсинских мистериях, то еще в каких-нибудь религиозно-философских озарениях, эллинских мудрецов, да чего там только нету. Плюс еще, да, вдобавок, конечно, надо присовыкупить каких-нибудь иудийских мистиков. И все эти люди в какой-то момент потоком буквально хлынули в христианские общины. Непонятно почему. Одни историки говорят, что это потому, что христианские общины были успешные. Ну, в общем, не производят они впечатления таких успешных проповедников. То ли по каким-то другим причинам. Часто историки утверждают, что основными мотивами вот этих вот самобытных мыслителей были разные вполне материальные бонусы, которые можно было получить из принадлежности к христианству. Едва ли это, на самом деле, так. Факт остается фактом. В церкви вокруг нее, рядом с ней, появляется множество людей, которые, да сами по большому счету, не понимают, не видят, есть ли различия между их идеями, которыми они напитались где-то далеко-далеко вне, в Египте или в Индии, или еще где-нибудь, и тем, что проповедуют христиане, о чем они свидетельствуют. Вот это некоторая опасность, как апостол Павел выражается в одном письме, смотрите, чтобы кто не увлек вас пустой философией. Вот это вот любомудрие такое, когда много красивых слов, возвышенных, по возможности непонятных. Вот весь тот бульон идейный, из которого потом будет вырастать как православная догматика, так и разные контрдогматические идеи. И здесь, конечно же, для христиан, в том числе для христианских лидеров, каким является Евангелистан, последний из апостольского поколения, конечно, чрезвычайно важно попытаться найти ответы на вопросы о том, а что, собственно, составляет ядро, неотъемлемое ядро нашего благовестия, как говорит евангелист Иоанн, того Евангелия. Собственно говоря, слово «благовестие» в нашем привычном переводе, это ведь греческое слово «евангелие». Что является тем имманентным ядром, которое невозможно ни модифицировать, ни вычеркнуть, без которого все превратится в какие-то мистериальные культы. Как определить, как отличить то, что действительно сущностно важно для христиан, для того, чтобы быть христианином, а что представляет собой какие-то вариации на тему, потому что уже тогда понятно, что христианство обладает способностью быть очень и очень разнообразным. Самые непохожие друг на друга люди, тем не менее, объединяются общей верой в Господа Иисуса Христа. Где основание этой общей веры? Где то очертание, которое можно было бы счесть границей правого исповедания? Вот примерно такие вопросы, ну не то чтобы волнуют читателя Евангелистиана, но по крайней мере существуют в том кругу читателей. Вот на такого рода вопросы, по-видимому, и пытается ответить в этом послании Евангелистиан. Продолжение следует...